Всем доброго дня, это Гелиосар и география просто. Учебник под редакцией Алексеева, география 8 класс. Параграф 12. Размещение населения. Что влияет на размещение населения в России? Можно посмотреть на рисунок, который находится вот здесь вот. По нему видно, что наиболее крупные города и вообще в целом большая часть всех крупных городов, она как бы расположена как будто по одной определенной линии. И мало того, большая часть городов находится на западе страны. А на востоке, ну если так смотреть, вот маленький Иркутск, Хабаровск, Владивосток и все по сути дела. А вот здесь огромная территория страны, где можно сказать ничего нету. На самом деле какие-то поселки, какие-то деревни, они на этой территории тоже есть, но их там очень мало. А вот по-настоящему крупные города с населением от 100 тысяч, их, ну если не брать Иркутск, то по сути на этой территории их и нету. Все очень и очень там мало населения. И причина очень проста. Это очень холодно. Там нет дорог, нет железных дорог. Там, ну во всяком случае, в настоящий момент полезных ископаемых там крайне и крайне мало. Вернее, они там есть, но добраться до них уж очень уж сложно. И исторически как бы расселение шло именно по южному направлению. Там, где было сельское хозяйство. Там, где земля могла прокормить города. Поэтому все население идет вдоль южных границ России. Именно вот так оно и шло. Размещение населения России по ее территории в течение многих веков изменялось в сторону его все большей территориальной рассредоточенности. Растекание по бескрайним просторам. Плотнее заселены староосвоенные территории, то есть европейская часть страны. А восточные регионы, они гораздо менее плотно населены. То есть там население меньше. Меньше деревень, меньше городов. Для России характерно наличие двух типов заселения территории. Зона очагового заселения и зона сплошного заселения. Проще говоря, очаговое заселение это город, это Сибирь. Очаговое заселение это территории Сибири и Дальнего Востока. Это там, где вот город и вокруг него, собственно говоря, какие-то поселки и деревни. А потом дальше буквально леса или степи. То есть практически никакого населения нет. А вот на территории, европейской территории, тут ситуация другая. Тут зона сплошного заселения. То есть выезжая, например, из Москвы в Петербург, вы едете по дороге. И деревни, города, деревни, города, деревни, города. И небольшие совсем территории лесов. То есть по сути это не леса. Вот в Сибири леса, они окружают города. А на европейской территории здесь города окружают леса. Вот так вот это можно спокойно объяснить. Большая часть европейской, России, Юг, Сибири и Дальнего Востока, они считаются уже в настоящий момент зоной сплошного заселения. Название главной полосы расселения, то есть и называется эта зона главная полоса расселения. А вот север, вот на этой картинке видно. Зеленым отмечена главная полоса расселения. То есть там, где вдоль Транссибирской железнодорожной магистрали, действительно вдоль всей железнодорожной магистрали, тянутся города, тянутся деревни и так далее. А смотрим на вот эту территорию и видим, что здесь просто практически никого нет. Территория очень и очень мало населена. Самый быстрый рост численности населения в 20 веке был характерен для Дальнего Востока, то есть территории на побережье Тихого океана. Начиная с первой, третьей 20 века, то есть где-то с 30-х годов 20 века и до конца столетия, численность населения в среднем выросла в 5 раз. Особенно быстро здесь росла численность населения северо-восточных регионов. Например, Камчатки. На Камчатке население выросло в 25 раз. Население Восточной Сибири выросло в 3 раза. Это очень много. Западная Сибирь удвоила свое население. Население Урала также выросло в 2,5 раза. В пределах Европейской части России продолжалось заселение северных территорий. Например, население Мурманской области выросло в 36 раз. И причина очень проста. В Мурманской области активно осваивались месторождения полезных ископаемых. По этой причине там просто строились новые города и заселялись эти самые новые города при советской власти. Таким образом и происходило увеличение населения. Собственно говоря, после развала Советского Союза именно из-за этого там, в той самой Мурманской области, произошло сильное сокращение населения. Закрылись целый ряд предприятий и целый ряд людей были вынуждены просто уезжать, чтобы найти себе возможность для новой работы. Таким образом продолжалось размывание средней полосы России, заселение выходцами из нее северных, южных и восточных окраин государства. Однако по характеру размещение населения по его составу Россия относится к европейским странам. Концентрация населения в крупных городах привела к изменению его размещения по регионам, резкому росту численности населения в одних регионах и сокращению в других. В 20 веке в несколько раз увеличилась численность населения Москвы, Санкт-Петербурга и его окрестностей. Население Москвы составило треть от населения всего центрального района. Треть это 30%. Это очень много. В то же время сильно сократилось население Смоленской, Тверской, Орловской, Псковской, Новгородской областей. В целом доля городского населения в России составляет 74%. А самую высокую долю городского населения имеют Магаданская и Мурманская области. И странного здесь ничего нет. По сути, что Мурманск, что Магадан это единственные крупные города на очень большой территории. Магаданская область, она вообще очень велика. Она расположена вот здесь, на Дальнем Востоке, в зоне очень сильного холода. Но Магаданская область очень богата золотом и другими полезными ископаемыми. Поэтому в Магадане идет активная золотодобыча. И, естественно, это пользуется. А Мурманская область, она расположена вот здесь. Вот здесь расположен город Мурманск, город-порт. И это незамерзающий порт России. Порт, которым очень активно пользуются и военный, и торговый флот. К тому же, в отличие от Балтийского моря и Черного моря, Мурманск его нельзя закрыть другими военными кораблями. То есть, противник при случае каких-то боевых действий, он не сможет заблокировать Северный флот, который стоит в Мурманске. Там нет узких проходов, как в Балтике или Черном море. Поэтому неудивительно, что там такой активно развивается город Мурманск. И поэтому там вот такой вот своеобразный высокий уровень именно городского населения. Так, и вопросы. Значит, запомните, зона очагового заселения, зона сплошного заселения, главная полоса расселения. В России главная полоса расселения в Сибири, она шла вдоль Транссибирской магистрали. Каковы особенности размещения населения в России? Особенности, ну, большая доля городского населения, европейскость населения. Все-таки Россия больше относится именно к европейской культурной группе. Потом, это, конечно же, расселение вдоль определенной зоны расселения, полосы расселения. Выберите верное значение средней плотности населения в России. Значит, 1 человек на квадратный метр, примерно 9 человек на квадратный метр и 120 человек на квадратный метр. Ну, что ж, примерно 9 человек на квадратный метр. Именно такова средняя плотность населения на территории всей страны. Но так как расселение очень неравномерное, то на Дальнем Востоке, например, правильный ответ – это 1 человек на квадратный метр, а в Московском и Центральном регионе это 120 человек на квадратный метр, вернее, квадратный километр, так что здесь по-разному бывает. Но среднее получается 9. Выберите положение, которое характеризует географическую особенность размещения населения России. Равномерное размещение населения по территории. Зависимость размещения населения от природных условий – это правильный ответ. Первое – равномерное размещение – это неправильный ответ. В России нет равномерного размещения. Значит, ИВ – растекание населения по территории. Это есть, да, это правильный ответ. Тенденция сосредоточения населения на севере страны – совершенно неправильный ответ. Наоборот, в России население старается ближе к югу перебираться. Какие зоны расселения и почему выделяют на территории России? Ну их по сути дела две, это зона сплошного расселения и зона очагового расселения Причина очень проста, сплошное расселение это там где проходят железные дороги, хороший транспорт и самое главное где действующее сельское хозяйство Очаговое заселение это север, северные регионы где сельского хозяйства практически нет, но есть какие-то выгодные полезные ископаемые И поэтому там буквально вот один город на сотни километров и это собственно говоря такой очаг цивилизации получается Проанализировав карту плотности населения докажите что оно размещено неравномерно Очень интересно, собственно говоря посмотрев на карту это очень легко можно увидеть Просто вот эта карта, вот эти все карты и по ним прекрасно видно что например в центральном регионе самая высокая плотность населения Здесь почти 10% здесь вот московские регионы и окружающие, здесь почти 10% населения от страны проживает В то время как если мы идем уже на Дальний Восток, например вот этот регион, который является почти единым регионом То по нему видно что там плотность населения намного, намного ниже В Хабаровске нет и миллиона населения, во Владивостоке по-моему всего 200 с мелочью тысяч населения То есть и эти два крупнейших города Дальнего Востока, они даже вдвоем не имеют миллиона населения Поэтому собственно говоря это прекрасно видно даже вот просто по вот этой карте Что центральный регион имеет очень высокую плотность населения А Дальний Восток, Сибирь гораздо менее, там намного меньше людей проживает Используя данные таблицы 1 из приложения, определите по 5 областей с наиболее высокой долей городского и сельского населения Результат оформите в виде стопчатых диаграмм или таблицы Ну что ж, можно посмотреть приложение и сделать эту самую диаграмму Проведите исследование, когда началось заселение вашего края Ну я живу в Подмосковье, поэтому заселение этого региона Ну если брать регион всей Московской области, то этот регион был заселен с самого начала А если брать конкретно город, где я живу, то реально город здесь появился Он появился вокруг завода металлургического И этот город появился в начале 20 века Выполните проектное задание, но это отдельно, собственно говоря, по заданию учителя Это уж как учитель вам там скажет